В Москве в Манеже открылась выставка «Израиль открывает двери». На его площадке состоялась презентация уникального арт-проекта художника и архитектора Саши Галицкого под рабочим названием «Прошедшее продолженное». Пожилые люди от 70 до 100 лет при его школе освоили мастерство резьбы по дереву. Основная цель выставки – привлечь внимание посетителей к долгожителям, которые в своем возрасте могут быть не менее талантливыми, чем профессиональные резчики по дереву. Потому что это люди, которые считают, что ничего в жизни не будут получать никогда. А я хочу сделать из них больших художников. Люди, у которых нет никаких коммерческих интересов ни к чему уже, они не делают это ради денег, и они производят настоящее искусство. Картины известного художника Винсента Ван Гога «Портрет папаши Танги» стал в своем роде дипломной работой для каждого из учеников Саши Галицкого. 80 картин в разной цветовой гамме и с индивидуальными чертами выставили одним большим полотном, чтобы показать сплоченность коллектива и их обретенный талант. Его зовут Илья Упетрушка. Он родился в 2015 году в Польше, в Варшаве. В 100 лет в прошлом году ему поменяли хрусталик в глазу. Он уже ничего не видел этим глазом. Мы поставили новый хрусталик, он стал узнавать своих друзей на кружке. Он сказал, ой, и ты здесь, и ты здесь, и ты здесь. А его работа, вот я вам покажу, вот это третье. Третье справа, вот с обведенными глазами. В психологии вот эти обведенные глаз, слепой человек почти делает, он обоет глаза. Выставка, прошедшая, продолженная, представлена российским еврейским конгрессом и благотворительным фондом «Джоинт», который много лет совместно поддерживает гуманитарные программы. Почему РЭК поддержал этот проект? Потому что мы считаем, что одной из серьезнейших проблем России отношение к людям пожилого и старшего пожилого возраста. Это серьезно нас отличает. И можно сколько угодно об этом говорить, но пока не покажешь, как это делается в Израиле, это абсолютно горох об стенку. Саша Галицкий – это сочетание художника, человека очень доброго, очень внимательного. И вот через призму этих картин, этих историй, судьб этих людей мы можем показать и отношение еврейского общества к пожилым людям, отношение государства и зале пожилым людям. История этих людей – это история государства. Мы проводим социальные проекты на территории России, мы работаем с пожилыми людьми. Для нас очень важен этот опыт тоже. И вот все вместе – картина и вот эти фан-гоги, которые вы здесь видели. Фильм о Саше Галицким создает этот очень эмоциональный, очень трогательный, очень волнительный и в моих глазах очень важный проект. Художник Саша Галицкий планирует организовать выставку работ своих учеников-долгожителей и у себя на родине, когда через два года страна будет отмечать юбилей – 70-летие со дня образования государства Израиль.